Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Зарубежные эксперты и более 30 регионов страны. В Самаре проходит 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». Жители Самары сделали свой выбор. В следующем году на средство федеральной программы формирования комфортной городской среды в областной столице благоустроят три крупных общественных пространства. По каким адресам? Установили ограничительные буйки, урны для мусора и деревянные раздевалки. В Самаре продолжают обустраивать городские пляжи для любителей летнего отдыха. В Самаре прошел турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Победители районных соревнований поборются за победу на городском этапе. Сеть разумная, добрая, вечная. В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». У телеканала «Самарагиз» три награды. Зарубежные эксперты и более 30 регионов страны. В Самаре проходит 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». В рамках деловой программы российские и зарубежные специалисты обсуждают требования к развитию исторической среды. Особое внимание уделяют памятникам архитектуры, которые имеют большое значение. Ранее фестиваль проходил в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. В этом году лучшие архитекторы России и мира прибыли в Самару. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Макеты узоров, которые вскоре украсит фасад одного из исторических домов Санкт-Петербурга, Надежда Васильева заготовила заранее и надеется придать им презентабельный вид совместно с гостями фестиваля «Архитектурное наследие-2023». На мастер-классах, которые организовала девушка, можно узнать все о технике реставрации зданий, исторического и культурного наследия и даже поучаствовать в изготовлении рисунков, тем самым расписавшись яркой хистью во многовековой истории. Мы берем исторический рисунок, если он есть, допустим, из архива, либо мы ориентируемся на соседний рисунок, где сохранился цвет, подбираем пигменты в соответствии с историческим цветом. Есть специальные планшетки, где все это колируется, прикладывается, смотрится, чтобы цвет совпадал. Зарубежные эксперты и более 30 регионов нашей страны. Со сцены летнего театра в Струковском саду звучат слова благодарности и поздравления. В Самаре открылся шестой Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». В рамках деловой программы уже запланированы дискуссии о развитии исторической среды и сохранении памятников культурного наследия. Также пройдут смотр-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения. Тема фестиваля этого года – архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территории России. Одним из основных событий первого дня работы фестиваля стала презентация проекта концепции развития исторического поселения Самары. Сема фестиваля для Самары крайне актуальна. В конце 2019 года центр Самары был наделен статусом исторического поселения. И мы сейчас работаем над концепцией развития нашего исторического поселения. И наши принципы, наши подходы в этой работе будут представлены на одной из площадок фестиваля. И очень надеюсь, что ваше знание, ваш опыт, ваше интересное решение помогут и нам. Развитие исторического центра Самары губернатор региона Дмитрий Азаров назвал одной из приоритетных задач. Для того, чтобы реализовать основной принцип исторического поселения «развивай, сохраняй», необходимо создать привлекательный инвестиционный климат, обеспечить комфортную среду для туристов, обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру, насытить территорию социальными, торговыми и другими объектами. Фестиваль архитектурное наследие 2023 поможет самарским архитекторам обменяться опытом в этом и во многих других вопросах с лучшими российскими и зарубежными специалистами, многие из которых отмечают положительный пример Самары в плане сохранения памятников исторического и культурного наследия. Вот сегодня Всероссийское общество охраны памятников показало нам так называемую заварку, прекрасно восстановленный объект. И вот это и нас поддерживает, и всегда вселяет надежду на то, что все-таки охрана памятников в России очень активно приобретает движение и не только со стороны специалистов, но и широкой общественности. Ранее фестиваль проходил в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. В этом году лучших архитекторов России и мира приняла Самара. Где проводить фестиваль? Конечно, в том городе, который любит свою историю, который уважает свою историю, который чтит свою историю, который занимается постоянно реставрацией и приспособлением памятников архитектуры. Это Самара. Поэтому мы сюда приехали. И мы поняли, что в администрации города и области большая заинтересованность в проведении именно такого мероприятия. Это тренд сегодняшнего дня. Я думаю, он будет длиться очень долгие годы. Традиционно основной целью фестиваля станет поиск и выявление лучших примеров сохранения и приспособления к современным условиям памятников архитектуры и исторической градостроительной среды России. На торжественном открытии фестиваля было подписано соглашение между Союзом архитекторов России и Комитетом по сохранению памятников и достопримечательных мест. Просим вас подписать соглашение. Архитекторы участвуют и в процессах реставрации, и консервации памятников. Поэтому нам где-то поработать. У нас есть убежденность, что Самара – это реальный исторический город. Здесь очень много примеров положительных. Именно на положительных примерах мы вместе развиваем нашу науку, наш совместный опыт. Программа фестиваля «Архитектурное наследие-2023» рассчитана на три дня и завершится 10 июня. Зрители ждут Всероссийской конференции на тему социально-экономического развития территорий, круглые столы, кейс-сессии и лекции, посвященные вопросам сохранения культурного наследия. Ну а главным событием фестивальной программы станет награждение победителей и торжественное закрытие. В деловой программе мероприятия примут участие более ста ведущих экспертов в сфере архитектуры и реставрации. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Жители Самары сделали свой выбор. В следующем году на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в областной столице благоустроят три крупных общественных пространства. Рейтинговое голосование завершилось 31 мая и специалисты подвели итоги. Самара оказалась в тройке по численности жителей в России, отдавших свой голос. Участие приняли более 210 тысяч человек. Какие пространства стали победителями, узнал Михаил Ермоленко. В администрации Самары подвели итоги традиционного голосования за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году из 20 территорий самарцы выбрали три. Абсолютным лидером стал парк «Воронежские озера», набравший более 26 тысяч голосов. Его третью очередь начнут благоустраивать уже в следующем году. Самара традиционно занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Мы третий город по численности людей, принявших участие в голосовании. У нас проголосовало более 214 тысяч человек, за что огромное спасибо нашим жителям. От их активности действительно очень многое зависит. На втором месте по количеству голосов парк «Молодежный». Там в следующем году тоже будут благоустраивать третью очередь. Также в тройке лидеров бульвар на улице Чернореченской. Совсем недавно в этой части города начали восстанавливать кинотеатр «Россия». Жители посчитали, что пространство бульвара требует преображения, чтобы композиция стала завершенной. Во время подведения итогов голосования в администрации Самары особо отметили роль волонтеров, которые помогали организовать процесс и разъясняли жителям содержание предлагаемых проектов. В этом году ежедневно на территории города в среднем трудились 177 добровольцев. Принято решение наградить самых активных. Одним из подарков станут специальные электронные баллы от 1000 до 3000. От проекта «Другое дело». Данный проект существует в формате приложения в социальной сети ВКонтакте, где за различные активности можно получить баллы и тратить их на билеты, на выставки, шоу, на обучение, стажировки и экскурсионные поездки, а также на различные встречи с федеральными экспертами в различных областях. Теперь жителям районов-победителей предстоит выбрать дизайн-проекты будущих пространств. Обсуждения пройдут в ближайшее время. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными и для местного населения, а также для туристов такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Достигать целей помогают в том числе национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов и Игорь Казановский. События. Установили ограничительные буйки, урны для мусора и деревянные раздевалки. В Самаре продолжают обустраивать городские пляжи для любителей летнего отдыха. В этом году появились новинки. Какие, расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Самарские пляжи продолжают готовить к новому купальному сезону. Желающих позагорать пока маловато. Поэтому лучи летнего солнца достаются рыжим буйкам. Целая армия выстроилась дружно в ряд. Ко дну они закрепляются при помощи троса и якоря. Такие поплавки определяют границы территории, где купаться безопасно для отдыхающих. А для водного транспорта это своеобразный знак. Заплывать за буйки строго запрещено. Территория для отдыха маломобильных граждан, доступный пляж, преображается на глазах. Рабочие начали устанавливать урны для мусора. К настоящему времени также имеется настил для спуска к воде. В этом году без новинок не обошлось. Завезли обновленные деревянные кабины для переодевания. Внутри конструкции оснащены удобными поручнями и крючками для одежды. Меня полностью устраивает обустройство кабинки, крючки, место. Все устраивает. Набережная хороша. Чистенько почти каждый год привозят песок. Вот и растолкали, весь мусор убрали. Я тут рядом живу, поэтому я уже это знаю. Нормально. Если отдыхать, то с комфортом. Для жителей также уже начали устанавливать новые теневые навесы двух размеров. Под ними можно будет спасаться от изнуряющей жары. Всего смонтируют 15 теневых навесов с тентами, включая зоны доступный пляж и пляжи на территории Кировского района. Не секрет, что не во всех пляжах имеется зона озеленения, где можно лежать в тени. И, соответственно, для тех граждан, которые не любят лежать на открытом солнце, либо предпочитают действительно принимать только воздушные ванны и не загорать, то они могут разместиться под этим навесом. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина обозначила необходимость модернизации пляжей и поручила профильному городскому департаменту и МАУ Самарская набережная сформировать общую стилистическую концепцию для таких зон отдыха. С участием специалистов управления главного архитектора города было определено оформление для раздевалок, зонтов, навесов, лавочек. Согласно этому решению, подрядчик организовал работы по покраске имеющихся элементов благоустройства. По просьбе жителей города в местах, предназначенных для мытья ног, с этого года будут еще и поручни. Готовят и информационные щиты с защитным антимандальным покрытием. При условии благоприятной погоды с основным объемом работ по оборудованию пляжей планируют справиться к концу текущей недели. Приблизить пляжный сезон можно уже сейчас, любуясь красотами Волги, прогуливаясь по песку и отдыхая на набережной. Уже совсем скоро, с 10 июня, профессиональные спасатели будут наблюдать за отдыхающими. Ксения Баканова, Константин Головин, Игорь Казановский. События. Под Самарой в Кенельском районе области работает военно-патриотический музей «Гвардейцы». Открыли его два летчика спортивной авиации на базе авиаклуба. Технику и вооружение они собирают сами. На площадке побывала и съемочная группа событий. Мина закладывается в ствол, на капсюль накалывается, полетела. Сергей Бирюков рассказывает гостям историко-патриотического музея «Гвардейцы» о каждом экспонате. На площадке под открытым небом военная бронетехника, пушки, пулеметы и минометы, истребители и вертолеты. Часть экспонатов когда-то использовалась в реальных боевых действиях. Два бронестекла, там видно отметенный от пуль. Этот воевал в Афганистане. Сначала Сергей Бирюков вместе с партнером построили аэродром под спортивную авиацию, на котором тренируются летчики. Затем пришла идея здесь же открыть военно-патриотический музей. Техника доставалась по-разному. Какие-то образцы я менял, например, вот этот истребитель МиГ-21 я поменял на БТР. А БТР, в свою очередь, я привез из Минска, а у батьки выкупил демилитаризованный. Все где что приходится. Посетить музей «Гвардейцы», который находится в Кенельском районе области, может любой желающий. Вход на площадку свободный, а вот экскурсии, полеты и катания на бронетехнике нужно заказывать заранее. По мнению военного летчика Александра Калмыкова, который по просьбе владельцев музея иногда демонстрирует посетителям фигуры высшего пилотажа, нужно возрождать клубы, подобные ДОСАВ. Надо воспитывать основную любовь к родине и патриотизм. Это самое главное. Почаще надо, чтобы люди могли спокойно прийти и учиться, и уметь летать, и наслаждаться этой профессией. На площадке музея регулярно проводятся патриотические мероприятия, а бронетехника участвует в военных парадах. В Самаре прошел турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В этом году он прошел в юбилейный 15-й раз. Победители районных соревнований боролись за победу на городском этапе. Подробности в нашем материале. Побороться за победу на поле стадиона «Нефтяник» в Кубышевском районе вышли 10 команд. Среди футболистов только одна девочка – Софья Гайнулина. Но мальчишки поглядывают на нее с опаской. Десятилетняя Софья занимается футболом уже 6,5 лет и делает большие успехи. Ее зовут тренироваться в крыле заветов. Софья – вратарь, и ее личный рекорд – 15 пойманных мячей. Брат ходил на футбол, и я тоже пошла. Там и хорошие тренера, можно развитие получать, друзей много. Ногами я лучше некоторых вратарей владею, даже которые на год старше меня. Точные передачи у меня все, техника есть. Для 9-летнего Егора соревнования лета с футбольным мячом первые в жизни. Футболом он занимается полтора года. И хотя мальчик признает силу соперников, заряжен только на победу. Я немного волнуюсь, но я в принципе представляю план в голове, как мне продвинуться до ворот с мячом, или как мне открыться, или как мне встать на добивание. Надеюсь, мы выиграем. Турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдет 7 и 8 июня в разных районах города. В этом году он юбилейный, проходит в 15-й раз. С 2019 года проект «Лето с футбольным мячом» вышел на всероссийский уровень. К нему присоединились 73 региона России. Многие родители работают. И очень важно, чтобы дети не просто сидели дома, а они играли. Нам нужно, чтобы они 1 сентября в школу вернулись. Такими же спортивными, задорными. Они во время турниров подзаряжаются энергией. Они находят новых друзей. И мы понимаем, что детская занятость летом – это очень и очень важно. Реализация проекта тесно связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры региона. Ведется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей. Благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки. Увеличивается количество дворовых тренеров. А главное – растет число детей, увлеченных спортом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по развитию спортивной отрасли, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, развитию необходимой для этого инфраструктуры. Совсем недавно прошел турнир «Кожаный мяч». И ребята Куйбышевского района, а это две команды – школа 55 и дворовая команда «Стошка» будут представлять уже Самару на областном этапе. Можно сказать, что вроде уже отыгрались, но запал не закончился. Новые футбольные турниры. Мы видим количество ребят сегодня присутствовать на футбольном поле. Победители районных соревнований примут участие в городском, а в случае победы там и в областном турнире дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Сеть разумная, добрая, вечная. В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Доброй новости». В этом году члены жюри рассмотрели более 700 заявок. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры присылали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу. У телеканала «Самарегист» три награды. Подробности в нашем сюжете. Увидеть хорошее и светлое в привычных вещах, рассказать о городских событиях душевно и с добротой. В Самаре подвели итоги 12-го форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». По видеоконференц-связи к участникам форума обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В это непростое очень время. Людям и нужны знания, и даже поддержка. Ваша поддержка, а уверенно, помимо того опыта, который вы так щедро от всего сердца передаете и нашим землякам, и нашим гостям, конечно же, я знаю, вы всегда доходите и слова поддержки. Очень это важно сегодня для каждого россиянина. Ну и отдельная забота, защита. То, что касается семей военнослужащих, военнослужащих, это, конечно, наш святой долг, по-человечески понимая, что по-другому просто невозможно. На форум, который зародился на Самарской земле, съехали спикеры со всей России. По словам членов жюри, за годы существования форум видоизменился, насытился новыми смыслами, расширил горизонты. Мне очень отрадно, что именно в Самаре родился такой федеральный конкурс, как «Добрые новости». Представьте, с 2012 года более 15 тысяч работ. За это время выросло новое поколение, в котором я, как член жюри лично, замечаю очень большие изменения. Дети изменились, люди изменились, изменился мир. И сегодня наш конкурс, он, в общем-то, даже не про новости и не про добро, а гораздо шире. В условиях, когда мы живем в новых информационных обстоятельствах, мы должны четко разделять, что новости про добро должны быть четко выверенными и правильно векторно направленными. На шести площадках шли дискуссии с участием экспертов из разных регионов России. Спикер площадки «Геобрендинг. Практические коммуникации в продвижении территории России» Светлана Колосова отметила, что у Самары сформировался теплый и добрый образ. Самара, на мой взгляд, это территория, где очень много доброты. И не зря я так говорю, у вас очень серьезные социальные программы, и я именно их поддерживаю, и люди, которые душевные. И поэтому к вам приятно приезжать в гости. Не потому, что здесь есть красота, хотя она присутствует, а потому, что здесь есть доброта и теплота, и гостеприимство. Марина Мокина, член Координационного совета по социальной рекламе и соцкоммуникациям Общественной палаты России, рассказала, почему так важно делать проекты о вечных ценностях. Позитив – это то, что дает тебе возможность двигаться дальше по жизни, когда ты видишь перспективы, когда ты чувствуешь, что твои позитивные изменения нужны не только тебе, но и обществу, и помогает обществу развиваться. Потому что без позитивного восприятия мира, без позитивной программы восприятия мира, очень сложно жить. Спикер площадки о сценарии информационной войны в современных условиях Михаил Ануфриенко рассказал, как бороться с фейками. Вот этот инструментарий, он стал намного доступнее, шире. Мало того, в информационную войну, соответственно, вовлечено значительно большее количество людей. Но из-за этого она становится значительно сложнее, она становится многоплановой. Потому что зачастую люди, которые участвуют в информационной войне, люди, которые искренне делают это, не за деньги, не по должности, но в силу отсутствия образования, квалификации, понимания, они зачастую работают, по сути, на врагах. Помощь участникам спецопераций и их семьям стала лейтмотивом всего форума. Волонтеры из всех районов Самары привезли показать то, что они создают своими руками и отправляют в зону спецоперации. Маскировочные сети, одежду, белье, блиндажные свечи. Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и глава Самары Елена Лапушкина отметили важность вклада неравнодушных жителей в общее дело. Особенностью форума этого года стало то, что любовь, верность, патриотизм сегодня имеют особое значение. И когда мы форум задумывали, тематику и рекомендованные какие-то темы, мы просили наших пассионарных, наших замечательных людей обратить внимание как раз на темы, связанные со спецоперацией, связанные с нашими воинами, которые выполняют свой долг, с их семьями. Я вот рассматриваю этот форум как рассказ о людях, которые продвигают тот или иной проект, которые рассказывают о наших достижениях, которые рассказывают о своих соседях, которые занимаются замечательными, добрыми, мирными, благородными делами. И видно же, что это делается от души. И убеждена, что ребята нашу любовь и нашу поддержку чувствуют. В этом году члены жюри форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» рассмотрели более 700 заявок. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры прислали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу. У телеканала «Самара ГИС» три награды. Журналист Инесса Панченко победила в номинации «Лучшая социальная программа» за программу «Обернитесь». В ней рассказывают о людях с непростыми судьбами, которые смогли преодолеть трудности и начать жизнь заново. Насчет излишнего погружения. Да кто мерил эту грань? Где оно лишнее? Где оно слишком глубоко? Не знаю. Как чувствуем? Как наша вся группа, которая работает над программой, чувствует? Так оно и получается. Руководитель направления по медиакоммуникациям Анатолий Головко стал победителем номинации «Лучший социальный ролик». Я хочу отметить, что на телеканале «Самара ГИС» работают действительно люди, которые очень хорошо чувствуют город, понимают его и вместе с жителями Самары решают все возникающие проблемы. А наш проект – это не что иное, как признание в любви к прекрасному городу на Волге, Самаре. Ответственный редактор телеканала «Самара ГИС» Виктория Шаре победила в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» за сюжет связала счастье своими руками. Героем стала бабушка, связавшая яркие и теплые накидки на сиденье для самарского троллейбуса. Проекты нашего телеканала сохраняют социальную направленность. У нас есть и «Зоопатруль», и «Право на маму», и программа «Обернитесь». И неудивительно, что при таком количестве социальных проектов у нас в этом году целых три победы на этом форуме. Ну а что касается сюжета, то, конечно, наверное, получать приз должна была бы та бабушка, которая связала чехлы для троллейбусов, и ее чудесная дочка, которая подкинула ей такую идею. Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» проводился одновременно с конкурсом «Юнкор», в котором участвовали юные журналисты. Вскоре уже подрастающей смене предстоит снимать сюжеты про разумное, доброе и вечное. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре, Николай Епифанов. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok